Дорогие друзья, продолжаем серию наших встреч, посвященных фортепианным сонатам Прокофьевым. Сегодня мы обсудим и послушаем зрелые сонаты композитора, которыми принято считать третью, четвертую и пятую сонаты. Напомню вкратце содержание предыдущей встречи. Мы обсудили роль жанра сонаты в творчестве Прокофьева, его трактовку этого жанра и акцентировали то, что соната у Прокофьева превращается в своеобразную музыкально-литературную или даже музыкально-литературно-театральную композицию, в инструментальный цикл, насыщенный литературными и театральными аллюзиями. Этот цикл можно назвать музыкальной притчей или музыкальной сказкой с философским подтекстом. И сегодня на примере третий, четвертый, пятый сонат мы рассмотрим, какие средства Прокофьев использует для того, чтобы создать именно такое облако ассоциаций. Нужно заметить, что уже в это время, в годы создания своих зрелых сонат, Прокофьев наверняка рефлексировал собственное творчество, то есть оценивал написанное им не только как автор, но и как слушатель. Прокофьев слушал, смотрел на себя со стороны. И, конечно, в это оценивание входило и какое-то осмысление круга ассоциаций его собственной музыки, которым Прокофьев все более сознательно оперировал. И в третьей сонате, видимо, ассоциативное облако, которое уже успело, так сказать, нарасти на оригинальном Прокофьевском материале, тоже стало предметом творчества Прокофьева драматура. И в начале я исполню третью сонату для фортепиано. Она, как и первая, одночасна. Это две одночасные сонаты Прокофьева. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Прозвучала третья соната Прокофьева. И на ее примере я предлагаю рассмотреть, какими средствами пользуется композитор для того, чтобы создать у слушателей тот или иной круг ассоциаций, точнее, активировать круг ассоциаций. Благодаря каким особенностям Прокофьевского письма соната превращается в сказку, в притчу, в синтез музыки, литературы и театра, в музыкальную модель литературного повествования. Как мы слышали, действие в третьей сонате чрезвычайно стремительно. В этом плане Прокофьев продолжает линию классического сонатного аллегра, развитую в свое время романтиками, которые ее еще больше олитературили, если можно так сказать. И усиливает насыщенность действиям, насыщенность событиями, контрастами, которые мелькают здесь буквально как в калейдоскопе, до некоего предела. Наверное, это наиболее событийная сонатная аллегра из всех написанных на тот момент. В этом аллегра есть, как и предписано в сонатно-симфонической традиции, два контрастных образа, к которым Прокофьев добавляет еще третий. Два – это главная побочная партия, согласно канонам, а третий – это разработка. Первый образ – главная партия, это материал, изложенный в триольной пульсации, я предлагаю условно назвать мужским образом. Второй материал – побочная партия, изложенная в дуольной пульсации, я предлагаю назвать женским образом, что имеет также основания, о которых я расскажу немного позднее. И, наконец, третий материал – в разработке. И я предлагаю назвать злым образом. Итак, в конфликте у нас три участника. Первый участник – мужской образ, активный образ, действенный образ. Помимо того, что это характеристика персонажа, в этом материале также ощущается повествование, рассказ. Мерное течение рассказа. Больше того, это стихотворное произведение. Именно благодаря размеренности на первый план выходят стихотворные аллюзии. Или, иначе говоря, перед нами очень модифицированный, конечно, измененный, насыщенный действием, жанр баллады. Только здесь образ рассказчика слит с самим действием. Это можно уподобить кино, в котором действие сопровождается каким-то текстом за кадром. Еще я хочу обратить внимание на то, что в этой теме, написанной в миноре, постоянно акцентируется основной тон. Что в классической, особенно в романтической традиции, приобрело такие фатальные роковые ассоциации. Опять же вспоминается баллада. И, видимо, это можно считать каким-то намеком на дальнейший ход событий. Второй образ, побочная партия. Относительно его женственности есть свидетельство автора в его дневниках, где он говорит о том, что эта тема анаграмма, в ней зашифрована фамилия Эша, некой девушки, с которой Прокофьев общался в консерваторские годы, во время создания этой сонаты. А третья соната, как и четвертая, имеет подзаголовок из старых тетрадей, потому что Прокофьев, видимо, на новом этапе своего мастерства провел своеобразную ревизию музыки, написанной ему в консерваторские годы, и дал этой музыке вторую жизнь. Больше того, можно, наверное, в какой-то степени думать, что третья соната – это улучшенный вариант первой. Потому что в них много общего. Это и одночасность, это и повествовательность, как интонационная база, это и, наконец, триольное движение в основе главной партии. Много достаточно общего. Вернемся к побочной партии. Сама тема очень органично вписывается в традицию русской сказочной интонационности. Сказочные ассоциации закрепились за ней благодаря операм Римского Корсакова, Бородина, произведениям Лядова и многих других композиторов. Таким образом, Прокофьев как бы подключается уже к этой наработанной ассоциативной традиции. Что нового он в нее носит? Это тот конфликт, в который такой материал вступает с прочим материалом. Сама побочная тема примыкает к достаточно узнаваемому, опять же, в контексте русской сказочной традиции образу, образу волшебного сна. Во-первых, это колыбельная по жанру. Во-вторых, диатоническая русская тема она в обрамлении хроматического подголоска, который как бы размывает эту тему, как бы погружает ее в какой-то мутный ореол. и далее это усилится. Я еще хочу обратить внимание на то, что сфера главной партии это триольная характеристика, сфера побочной партии это дуольная характеристика. Теперь перейдем к третьему образу. Злому образу. Это музыка в разработке. На первый взгляд она не идентифицируется с тематизмом экспозиции, однако при внимательном рассмотрении обнаруживаем в ней один из инвариантов побочной партии. Это будет виднее в коде, где снова злая музыка появится. То есть, каким-то образом злой материал связан с женским материалом. И больше того, злой материал это тоже дуольный материал. Дуальность объединяет и женское, и злое. И, конечно, открывается богатый простор для фантазии. Здесь можно целую сказку придумать. Но очень любопытно развитие этого сюжетного мотива, которое он получил в опере «Огненный ангел», написанной буквально спустя несколько лет после третьей сонаты. Опера, напомню, о том, как девушка Рената влюбилась в ангела, пожелала любить его плотской любовью, за что была наказана и постепенно, так сказать, сползала в лапы сатаны. И вот этот момент греховного начала, двойственного, двусмысленного, растущего из женской характеристики, видимо, он как-то был актуален для Прокофьева, и, видимо, какие-то подобные ассоциации есть и здесь. Но это уже область фантазии. Итак, три образа, три участника драмы. Мужской образ, женский образ, связанный какими-то ассоциативными нитями с образом волшебного сна. И злой образ, связанный какими-то неведомыми связями таинственными с женским образом. Образ волшебного сна получит очень насыщенное развитие в разработке, где материал побочный максимально хроматизируется, что приведет к моменту статики, когда развитие застывает. Что действительно похоже на сон. Однако из этого сна нашего условного героя пробуждает вот такой вот трубный глаз. Лично мне эта сцена напоминает библейскую сцену, когда с Моисеем Всевышний беседовал из Неополимой Купины. И к чему приводит этот эпизод? К полной потере всего и вся. Видите, исчезает какой-либо тематизм, остается чистая хроматика, сон как таковой, из которого долгое, трудно и с усилием формируется портрет нашего условного главного героя. И, видимо, здесь, опять же, большой простор для фантазии, но без относительно конкретных трактовок, видимо, этот момент можно сравнить с экзистенциальным моментом пограничной ситуации, с моментом разрушения всяческих представлений о реальности и воссоздания себя, условно говоря, с нуля, с постижением себя заново. И еще несколько слов о злом образе, как он представлен в коде сонаты. это очень типичный, можно даже сказать, архетипический для музыки XX века образ нашествия. Мы так его воспринимаем и в последнюю очередь благодаря музыке самого Прокофьева к фильму Александр Невский, где есть ледовое побоище, которое сопровождается очень похожим материалом, неотвратимо надвигающиеся опасности. Это очень знаковый для всей традиции XX века образ. И любопытно, что одновременно с созданием Третьей Сонаты буквально в этот же месяц, весной XVII года, Рахманинов работает над этюдами картинами опус 39. И в частности в знаменитом ля-минорном этюде, который все мы называем красной шапочкой, есть совершенно аналогичный материал, видите, с астенатной пульсацией на основе этих скачков. Влияние исключено. конечно композиторы не знали кто что пишет. Просто в воздухе носилось. И как все это можно осмыслить? Я предлагаю тот вариант музыкальной литературной притчи, который Прокофьев дает в Третьей Сонате, назвать приключенческой сказкой. притчей. Сказкой с философским подтекстом. Есть такое жанровое определение сказка странствий. Когда герой странствует, перемещается и собственно это составляет фабулу. Движение, которое воспринимается как аллюзия пути, оно встроено в сам главный образ, который одновременный образ главного героя и образ рассказчика, образ рассказа. И видимо вот такая вот авантюрная возможно даже музыкальная, литературная композиция, притча с открытым финалом. Невозможно сказать, кто торжествует из трех действующих лиц этой драмы. Потому что Прокофьев ставит точку повествования в момент наивысшего напряжения, когда еще мы не знаем условно говоря кто победит. это литературный прием, когда итог событий выносится за скобки повествования. В следующей четвертой сенате Прокофьев опять же следует модели музыкальной сказки, но совершенно другом плане и сейчас мы рассмотрим какие средства он использует для построения вот этой своей музыкальной сказки притчи в четвертой сенате. это это одна из наиболее бетховенских сонат у Прокофьева в отличие от третьей которая все же поскольку она одночасна поскольку она многотемпово в ней конечно очень сильно романтическая традиция а в четвертой сонате Прокофьев ограничивает себя бетховенской моделью жанра это абсолютно классическая трехчастная схема с абсолютно классическими ролями каждой части драматичная конфликтная первая часть цена на аллегра трагика философская адажива или анданте в данном случае медленная вторая часть и игровой оптимистический мажорный финал типичная бетховенская схема имя бетховена здесь возникает буквально в каждой теме в каждом кванте музыкального материала начиная уже с тональности первой части до минор это одна из тональности визитных карточек бетховена ну и сама трактовка сонатного аллегра как максимально конфликтного насыщенного и скрытой конфликтностью в полифонии в сопоставлении тем и просто очень мощным драматическим накалом особенно в разработке типичные фактурные приемы артикуляционные в общем достаточно много вещей в первой части заставляет вспомнить бетховена как и во второй части прообраз второй части трагические бетховенские адажио наподобие адажио седьмой сонат или адажио из пятой виолончельной сонаты и опять же типичный может быть наиболее классический из всех финалов Прокофьева в четвертой сонате ронда соната с подчеркнуто классическим материалом с активной пульсацией и с тематизмом который прямо перекликается с многими финалами бетховена в частности с финалом первого фортепианного концерта в той же тональности до мажута однако несмотря на такую явную принадлежность к бетховенской традиции Прокофьев полностью переосмысливает ее и наделяет совершенно другим кругом ассоциаций новым обновляет освежает эту традицию в первую очередь за счет ее синтеза с русской интонационностью которая в таком контексте получает и сказочные ассоциации а также исторические ассоциации русская почвенная интонационность в сочетании с драматизмом она сразу пробуждает у нас связи с мусорским с чайковским с рахманином с исторической темой в музыке исторические аллюзии первой части подчеркнуты тем что в отличие от третьей сонаты многотемповой здесь во первых выдержано классическое единство темпа в сонатном аллегро а во вторых все сонатное аллегро ритмически однопланово там везде доминирует пульсация четвертями что кстати сказать для Прокофьева не слишком характерно но такой прием сразу активизирует линию ассоциации с чем вот когда какие-то драматические события излагаются в одинаковой неспешной манере и образуется внутренний конфликт между гармоническими параметрами мелодическими и ритмическими между предметом высказывания условно говоря и стилем высказывания образуется эффект такого летописного бесстрастного пименовского тона которым описываются какие-то ужасные драматичные коллизии и сразу конечно же приходят на ум и мусорские и сказания о городе Китеже и многие другие страницы осмысления образцы осмысления трагических страниц истории и вот таким образом эта музыкальная сказка Прокофьева приобретает дополнительно историческое измерение отдельного рассказа заслуживает вторая часть четвертой сонаты я уже упоминал что четвертая соната как и третья имеет подзаголовок из старых тетрадей если в третьей сонате это тематизм созданные консерваторские годы то в четвертой помимо каких-то тематических идей Прокофьев целиком использовал анданты написанное им в 16 лет и это наверное уникальный единственный может быть даже случай в мировой музыке когда настолько молодой автор по сути по нашим меркам еще ребенок пишет музыку такой колоссальной трагической философской силы и глубины причем как я обращал ваше внимание на предыдущие наши встречи невозможно найти никакой связи между обстоятельствами жизни молодого Прокофьева и тем что он писал и это невозможно объяснить исходя из впечатлений автора потому что автор здесь высказывается не от своего имени а он как гений как медиум подключается к некоему смысловому банку фонду напрямую напрямую или можно сказать подключается к будущему и транслирует через себя эти смыслы в очень большей степени их не осознавая и каким образом они закрепляются в музыке и становятся общими для всех благодаря той способности музыки обрастать ассоциациями о которой я упоминал в прошлый раз музыкальные приемы направленные на закрепление конкретных ассоциаций называется музыкальной риторикой это звукоизобразительные приемы которые на протяжении какого-то времени своего существования закрепляются с конкретными образами и способны конечно не прямо обозначать но намекать на некие сюжеты некие коллизии и риторика второй части четвертой сонаты Прокофьева очень показательна я наиграю основные темы первая тема предельно мрачная тема которая очень трудно поднимается наверх по хроматической гамме сквозь какие-то гримасы которые так и видны буквально в музыке преодолевая гнет пульсации в левой руке которая как бы не позволяет теме подняться наверх как бы тянет ее к земле но тема все-таки поднимается достаточно высоко и дальше дальше образуется эффект черепицы с ней контрапунктом имитации вступает эта же тема в другом голосе а предыдущий голос сворачивает обратно вниз и так повторяется много раз и создается эффект как будто бы тема много раз пытается подняться вырваться но и не хватает сил и она всякий раз падает обратно всякий раз возвращается к исходной позиции драматизм нарастает напряжение накапливается и все это выражается в конечном итоге в такой трагической кульминации в которой в общем-то тема не приходит ни к какому итогу все просто рассыпается и эта коллизия она очень наглядна и это буквально риторическое я бы даже сказал графическое обозначение одного из самых важных мифов в истории человеческой культуре я имею ввиду миф о сизифе да вот эта тема пытается подняться но вся все равно возвращается к этому своему условному камню и наверное не случайно в какой-то неведомой нам степени что один из знаковых философских текстов 20 века у камю так и называется миф о сизифе где камю трактует этот миф как выражение сути человека и человечества каждый человек ведет свою битву с жизнью и обречен на эту битву других вариантов у него нет и все равно он не может вырваться из тех рамок которых его ставит жизнь но все равно он обязан и не имеет другого выхода кроме как вновь и вновь и вновь пытаться закатить этот свой камень на вершине и анданте 4 соната Прокофьева представляется вот таким вот музыкальным аналогом этого важнейшего для европейской культуры мифа второй образ основан на другом материале он возникает в разработке анданте здесь Прокофьев как он очень часто делает цитирует Бетховена в данном случае лунную сонату и видите в отличие от лунной сонаты это мажор параллель в том что есть тревольная пульсация есть глубокие басы есть имитация органного звучания но мажор чистая белая диатоника и видите восхождение вознесение которое приведет аж сюда это наша вторая тема эти две темы два образа антиподы они противоположны во всем сейчас я даже назову в чем именно первая тема хроматизм вторая тема диатоника причем подчеркнутая белая диатоника первая тема дуольная пульсация вторая тема тревольная более плавная более текучая первая тема наверх поднимается вторая тема спускается снисходит с выше ну и наконец нижний регистр максимально низкий регистр максимально высокий регистр это оппозиция образная которая в основном в музыке романтиков получила ассоциации как оппозиция земное небесное этот мир тот мир так сформировалась традиция музыкальной риторики но самое интересное что конфликт заявленный между этими двумя темами это ведь антиподы это не просто конфликтующие образы это полярные образы и конечно они не могут быть просто сопоставлены и все они должны привести к какому-то итогу и этот итог наступает в конце части после очень бурной драматичной кульминации которую я называю панической атакой эта паническая атака приходит приводит к какому-то роковому слому ну в общем-то за такими коллизиями в музыке закрепилась ассоциация перехода через какой-то роковой рубеж ну это всяческие иносказания смерти в частности у Рахманина в острове мертвых у Чайковского в шестой симфонии вообще-то достаточно часто у романтиков этот мотив очень узнаваем и что же вот там за гранью за рубежом а за роковым рубежом две темы земная и небесная звучат в контрапункте в сопровождении вот такой пульсации это подчеркнута механическая пульсация видите здесь вот эти плюсики воображаемых шестеренок вертятся причем вертятся подчеркнуто одинаково механично и вот на фоне этой механичной пульсации звучат две темы одна в нижнем регистре как ей положено другая в верхнем они направлены друг к другу нижняя пытается подняться наверх верхняя как бы тоже расположена расположена к встречному движению но они так и не соединяются и что перед нами перед нами опять же риторическое графическое буквальное изображение модели вселенной модели бытия где космос огромная машина механизм в которой своя роль и у нашего сизифа вечно тянутся наверх вечно безрезультатно и у нашего неба своя роль тянутся к сизифу но они тем не менее никогда не встречаются и вот таким вот образом совершенно юный автор который наверняка ни о чем подобном не думал не пропускал ничего подобного через свое сознание только лишь интуитивным проникновением в сферу смыслов доступную только гению он видите строит музыкальную модель вселенной увиденной глазами человека 20 века это экзистенциальный взгляд на бытие ну и наконец финал как я уже говорил очень яркий типичный по-бетховенске игровой и это один из наиболее классических и оптимистических финалов вообще у Прокофьева в целом и мне кажется что за этим стоит какое-то волевое начало Прокофьев как бы говорит своему альтер-эго своему лирическому герою будь как Бетховен и сейчас прозвучит четвертая соната Прокофьева в трех частях соната по-бетховенске 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 в детской по-бетховенске по-бетховенске в детской Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Говорил, что, приблизительно по памяти цитирую, кардинальным достоинством или, если хотите, недостатком моего композиторского стиля всегда был поиск нового языка, новых средств. И я всегда стремился найти свое лицо, всегда боялся механически повторять старое. И вот это стремление к постоянному обновлению привычных форм, привычных поворотов музыкальной мысли, оно приводит к очень интересному эффекту. Автор как бы находится в непрерывном диалоге с традицией и тем ходом развития мысли, который ею подразумевается. То есть с привычкой. И непрерывно с этой привычкой спорит, предлагая взамен в нее новые неожиданные, непривычные повороты. Прежде всего гармонические, но также и фактурные, и ритмические, и тембральные. Это касается всех параметров музыкальной ткани. Этот прием способствует предельному насыщению музыкального материала, аффектам удивления, предельному его обновлению каждого его кванта. Музыка воспринимается как будто бы увиденное, услышанное впервые. Похожий прием описал примерно в то же время литературовед Виктор Шкловский, назвав его остранением. Остранение это усилие автора, направленное на деавтоматизацию восприятия. Это борьба автора с привычкой и игнорирование привычной инерции восприятия вещей. Подача вещей с нового, непривычного ракурса. Остранение в чем-то подобно наивному взгляду ребенка на мир. В этом плане сразу же вспоминается роль детской темы, детских образов у Прокофьева и в узком смысле, сразу все вспомнили Петю и Волка. И в широком смысле, который, видимо, имел в виду Ахматова, адресуя Пастернаку строки, он награжден каким-то вечным детством. Тоже можно было бы сказать и о Прокофьеве, только в данном случае не о Прокофьеве-человеке, так же, как и не о Пастернаке-человеке, видимо, а о авторе, о художнике-моделирующем мир. И Прокофьев, автор, видит и моделирует мир глазами ребенка, для которого все увиденное чудо. Ведь так называется то новое, то непривычное, неожиданное, что мы видим взамен привычного и закономерного. Это называется чудо. И выходит, что весь музыкальный материал Прокофьева насыщен разнообразными чудесами, которые случаются взамен привычных, ожидаемых путей развития музыкальной мысли. Этими средствами для изображения чудес пользовались с тех самых пор, как чудеса вошли в музыкальную семиосферу. В особенности, конечно, начиная с времен романтизма, когда всевозможное волшебство изображалось в первую очередь неожиданными гармоническими ходами. В особенности, хроматизацией музыки. Ну, а также и всевозможными тембральными, звукоизобразительными эффектами. И вот в музыке Прокофьева они стали основным языком автора. И это одна из особенностей его музыки, благодаря которой такие музыкально-литературные сюжеты, как Прокофьевские сонаты, осмысляются как сказочные сюжеты. Нужно сделать важное уточнение. Этот эффект чуда работает только в контексте привычных музыкальных структур, таких как мажора-минор, привычные жанры, привычная фактура, мелодия-аккомпанемент. Только в контексте традиционного каркаса музыкальной ткани. При какой-то критической мере обновления музыкального материала, чудо, то есть неожиданное созвучие, неожиданные непредвиденные повороты музыкальной мысли, превращается в закономерность, в новую закономерность. И тем самым теряется семантика чуда, теряется семантика сказки. И Прокофьев этим, по крайней мере, начиная с какого-то момента, осознанно пользуется. Он для того, чтобы выключить сказочные ассоциации, пользуется подчеркнуто сложным, подчеркнуто левым музыкальным языком. И мы это рассмотрим в нашей следующей встрече. А сейчас пятая соната Прокофьева, как раз один из самых ярких примеров сонаты сказки. И я говорил о том, что это в каком-то смысле противоположность огненному ангелу, но в то же время это и нечто подобное ему, поскольку тема магии, тема волшебства объединяет оба произведения. Только в огненном ангеле это, видимо, черная магия, а здесь, соответственно, белая. Я хотел бы проиллюстрировать вот этот принцип Прокофьевского остранения на двух примерах. Вначале я покажу всем известный пример. Это Джульетта-девочка из балета Ромео Джульетта. Типичный неоклассический материал. Такой, в каком-то смысле, банальный даже. И, конечно же, в первоисточнике гармонизация такого материала предполагалась как экспонирование тональности. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Но что делает Прокофьев? Он заменяет все, кроме тоники, далекими тональностями. И вот, собственно, вот этот детский взгляд на мир Джульетта-девочка. Это портрет ребенка. И тема пятой сонаты. Она совершенно аналогична Джульетте-девочке. В том плане, что это тоже неоклассический гайденовский материал, узнаваемый во всех своих классических завитушках, вот в этих атрибутах квазигалантного стиля, но перегармонизованный и как изобретательный. Неомоделизмы. И все это тоже работает на образ наивного, как впервые увиденного мира. Отдельного анализа заслуживает вторая часть пятой сонаты. А вот сказка бывает разной. Бывают, собственно, чудеса, а бывает и гротеск. Гофман и традиция романтической, гротескной, даже демонической сказки очень важна в европейской культуре. Больше того, Прокофьев писатель, а Прокофьев был писателем, правда, к сожалению, не реализованным в обществе, но очень одаренным. Он написал 11 рассказов, из которых 9 законченных полностью. И это Гофмановская традиция. Большая часть из них имеет либо фантастический, сказочный сюжет, либо это то, что сейчас принято называть магическим реализмом, двойственность правды и вымысла. И Гофмановская традиция, Гофмановский гротеск, оживают в второй части пятой сонаты. Это один из наиболее впечатляющих у Прокофьева примеров саркастической интонационности. Здесь переданы тысячи оттенков интонации сарказма, ограничащих с болью и отчаянием. Это достаточно давняя, в том числе и в музыке, тема «Смех сквозь слезы», «Слезы перемешку со смехом». В этой части Прокофьев пользуется неторопливым астенатным аккомпанементом, у которого жанровая основа шествия, а подобные характеристики всегда неизбежно сопровождаются, тем более в достаточно крупном масштабе, а соната пятая, она длинная, вторая часть тоже достаточно протяжённая. Неизбежно возникают ассоциации пути и, соответственно, жизненного пути, так же, как в медленной части четвёртой сонаты, о которой мы с вами говорили, но совершенно в ином ракурсе. Так же, как и медленную часть четвёртой сонаты, эту часть, наверное, можно считать характеристикой человека и человечества, но только увиденной предельно скептическим взглядом, лишённым иллюзий. Этот человек и смешон, и жалок, и понятно, что все его надежды, все его устремления канут прахом. И драматургия части выстроена таким образом, что все кульминации, насыщенные надрывом и отчаянием, они все ни к чему не приводят. Это, видимо, зрелый, уже умудрённый опытом взгляд на человеческую натуру. Ну и, наконец, финал пятой сонаты. Он, опять же, в чём-то подобен финалу четвёртой сонаты. Это тоже неоклассический, игровой финал. И игровое начало здесь, наверное, предстаёт максимально ярком вообще в творчестве Прокофьева облике. Это настоящий волшебный калейдоскоп. Это музыка подобна волшебному сну, в котором причудливые образы сменяют друг друга настолько неожиданно, что слушатель, зритель находятся в состоянии непрерывного удивления. И вот это детское удивление миру, постигаемому в игре, оно доминирует в финале пятой сонаты. Отдельно нужно сказать о коде этой сонаты. Дело в том, что в 23-м году, когда Прокофьев эту сонату написал, издал впоследствии, исполнил, коды в ней ещё не было. Она появилась там спустя 30 лет, в 53-м году, а это год смерти Прокофьева, когда он вдруг решил вернуться к давно уже законченной и известной музыкальном мире сонате, внёс какие-то незначительные изменения в материал сонаты, но главное, что изменилось, он дописал туда коду. И эта кода, сейчас невозможно представить, что её когда-то не было, эта кода, наверное, один из самых впечатляющих у Прокофьева образов магических часов. А образ часов, пульсации, тикания, времени, это не только один из типичных образов Прокофьева, это, можно сказать, его визитная карточка. Это всё та же ритмоэнергическая стихия, это один из важнейших её ассоциативных рядов. Все помнят две сцены с часами из «Золушки», но это говорит о том, что Прокофьев, как минимум, рефлексировал эти ассоциации у себя и использовал их, видите, напрямую, сопроводив именно таким материалом сцену с часами. И, наверное, не случайно, что в конце жизни, незадолго до смерти, Прокофьев возвращается, может быть, к самому сказочному, самому волшебному из своих циклов и дописывает туда коду, который представляет из себя образ стремительно несущегося времени, стремительно проносящихся безвозвратно уходящих секунд. Видимо, с этим образом связаны очень важные автобиографические ассоциации. Итак, пятая соната Прокофьева в трех частях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пятая соната Прокофьева Последняя из сонат, созданных им до возвращения на родину И последняя из тех сонат, которые я предложил назвать жанровым типом сонаты сказки Следующая, шестая соната, будет совершенно новым для Прокофьева подходом к сонатному жанру И об этом подходе мы с вами поговорим на следующей нашей встрече, посвященной триаде военных сонат Прокофьева Всего вам доброго!